народ всем привет с вами я петр и канал бог кивок мы сегодня с вами начали на очередной рыбалке на боковой кивок обещал я вам что я поеду на речку перегороженную сургут в селе сидоровка но меня тут взбаламутили мне показали такой водоем что я просто не смог сдержаться и перенес я эти планы по поводу речки сургут на следующий раз вот и решил рвануть сегодня именно туда прям вот собрал все и рвану тут же едут так сегодня мы едем с ночевкой вечерняя утренняя зорька заехал я в посадку потому что там ветер сильный дует волна пока сильная поэтому чтобы снять снять нормальное видео просто не получится там такой шум стоит сейчас заеду закормлю ребят что за водоем рассказывать не буду водоем небольшой есть там сазан карп есть сказать что запустили белого амора с толстолобом карась хороший есть до килограмма ну самые большие которые ребят там ловили но около пяти шести килограмм сазаны вот именно сазаны карпыга почему-то перестали клевать последнее время но вот сазаны именно вот они клюют посмотрим чего у нас сегодня получится места честно говорю вам шикарнейший просто обалденные этого райдлики очника ну практически больше пятидесяти процента водоема постоит просто блюдом коряжники я прям мне понравилось очень так сегодня у нас как всегда по классике горох с пшеницей но я еще добавил туда вареной картошки я вспомнил как когда-то когда я еще жил в деревне я ходил на свои мостки на пруду камыша и вот мы постоянно кормили свиней пшеницей паренной и старую картошку вот эту вот добавляли постоянно получалось каши и я туда добавлял еще осадок вот когда отец ездил на маслобойку руби семечку на масло и всегда там во фляге оставался осадок вот я брал вот на эту кучу пшеницы вместе с картошкой пареной в кашу прям без мяты добавлял немножко туда этого осадка и получался прямо тогда настолько ароматная прикормка получалось и ловился до этого на картошку вот сегодня не стал никого масла добавлять просто добывал картошки для того чтобы крахмал давал мути закормлюсь так ловить буду взял с собой там у меня черви дандробена кукуруза магазинная короче и горох с пшеничкой буду посаживать взял еще с собой тигровый орех баночку в магазине мне кажется я зря и взял я попробую может быть что-то на тигровый орех или клюнуть хотя я сомневаюсь потому что водоем как таковы дикий считается практически и наверное греют но он тигрового ореха там не знает вы уж на меня не серчать что я не говорю что за водоем местные ребята особенно к вам от обращаясь потому что ну правда это мне будет очень жалко водоем если на него начнется такое паломничество просто люди туда запускают рыбу следят за водоемом меня просто пригласили туда сказали если хочешь айда приезжай порыбачь надеюсь я сегодня хоть что-то поймаю там что получится увидеть все сами да и кстати ребят хотел кое-что вам рассказать одну историю тут со мной приключилась тут пока вот жара это была я как-то выбрал один денек думаю съездю на линя кто не смотрел вот и я оставил здесь подсказку правда не могу посмотреть там эту рыбалку решил туда съездить купил спортивной дунаевской прикормки специально для линя приехал туда со мной случилась такая оказия короче я встретился там с браконьерами вот такая история случилась прикормил я 5 мест и пока я гонялся за жмурами лихие два товарищи приплыли и перегородили мне все четыре места к самые такие которые были перспективные взялими перегородили сеткой и такие наглые из таких чувством полной правоты своей стали не доказывать о том то что я не прав там чуть до и до драки делал не дошло короче ну не дошло они увидели что вы меня на лбу стоит gopro заметили что идет секундомер на переднем маленьком экране тут же сразу же очканули ну разошлись миром скажем так я не буду ей я не стал брать на себя ответственность там какого-то воспитателя там что-то пытаться объяснить людям это бесполезно это это мертвым припарка эти люди сами себя накажут рано или поздно нарвутся на штрафы там штраф полума 300 до 500 тысяч все равно рано или поздно рвутся сколько горшок поводу не ходи все равно рано или поздно разобьется не зря так старики же говорит наш поэтому мне просто было обидно что мне испортили рыбалку просто понимаете я просто чисто я я был огорчен я высказал свое мнение по поводу них по поводу всего-то этого всей этой ситуации они испугали что я вкозлю их но это не в моих понятиях вы вкозливать ну это как-то не по-пацански это вот таким вещами заниматься сами сами нарвутся наступит на эти грабли рано или поздно единственное что я могу сказать ребят надо начинать с себя не ставьте сетки мужики мне надо но это я не знаю вот ладно я понимаю эти люди которые работают на промысле они добывают эту рыбу да но когда вот так вот мы приехали отдохнуть ты можешь также с удочками отдохнуть короче все я на эту даем больше не могу по весне я ездил так или нехорошо клевали вот последний раз съездил тоже и 3 линька таких хороших повал но теперь все и карася тоже не стало почему его не стал потому что они туда просто сесть не вытаскивают оказывается вот и все теперь для меня это даем закрыть есть у нас еще один водоем тут рядышком с домом поговаривают там линии уже до трех килограмм делается но я обязательно проверю съездил если время у меня опять будет а то прям тут тоже расстояло время вроде было до жара стояла наклевала ничего сейчас вроде по прохладнее стало времени нет домашние дела не не отпускаю ну что ребят сейчас закармливаемся заезжаем а там уже встретимся на воде так ребят первое пускай так и я смогу эту пускай дальше Сука, сошел как-то Сошел как-то Сошел как-то Сошел как-то Сошел как-то Сошел как-то Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Состоять Состоять кому сказал Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, вот это дурак Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну-ка Тихо-тихо-тихо Дучи рыбалкой можно гордиться Да Поздравляю О, мои руки грязные Спасибо Сейчас мы его взвесим посмотрим Мы прям все смотрели столько времени Что там происходит У меня боковой киво Я на боковой киво же рыбачил Самой результативной рыбалка считается время взвесил это же не карп это сазан да дома взвешу тебя у меня как раз у дочери скорый день рождения вот на стол в боке ок я езжу только чисто по нашим водоемом по серверского района ближайший у меня этот год чисто полностью разведочная по всем коряжным до кубэте ездил там у себя все уже объездил там платник у нас успен кто же принципе но там максимум четыре с половиной там брал в этом году этот этот водоеме по трофей подарил а то прям вообще прям хреновато было честно жара была вообще ничего не плевал и нигде да и нигде не или ни карась ни карты приятно посмотреть а на городке держать ты не поставишь какое удовольствие я вот только даже подошел мне уже мне приятно там метр лески плетенки блин там вообще крендец и все у тебя вон прям мучил там его да вообще крендец войдет право лево нет супер спасибо давай рандмахи пашу ничего ребят вы все видели это трофей этого года в этом году я таких не ловил к сожалению у меня батарейка 1 вытащена наверно скорее всего дети вытащили звездов в пульт короче говоря не смог я возвесить завтра приеду домой я его взвешу отличный трофей до сих пор у меня весь ливер трясется вообще прям шикарно получилось это не рыбалка просто мечта сейчас перебор пью чай дальше это вот он и шумел здорово так что андрюха я тебя сделал было вреда давайте увидимся снова на воде вообще бомба бомба руки прям трясутся также за час пробуем на тигровый орех здесь уже немножко стих уже полегче а то прям вообще нереально было тяжело и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну ладно, не наш был Поплыть дальше Субтитры сделал DimaTorzok Монстр Миночка какая-то стоит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, корни мы едем дальше Да, уже темнеет Субтитры сделал DimaTorzok 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 Закормлю Переставлю эти метки свои И часов до 8 порыбачиваю И потом домой Ночевать буду в машине Собой палатку убрал В спартанских условиях буду ночевать Сегодня калачиком На заднем сиденье В машине Ну все, ребята Всем спокойной ночи И до утра . . Народ, всем привет . . . . Доброго утра. Время 6 утра. Я встал в 5. Сейчас витает поздно. Заплылся. Закормил. Переставил свои метки на другие места. Как вчера планировал. Ночь прошла. Раза два машины заводил. Дым холодно было. Сейчас пара идет изо рта. Прохладно. Не знаю сколько мне на машине не показывают. Смкнули. Дротисов 6-8 точно есть. Тут еще влажность. Возле водоема. Всю ночь слышал я эти всплески. Он активно играл. Несмотря на то, что температура. Так леска упала. Сейчас утра проехал. Прямо. Такие охвалки выволакивались. Прямо в этих укорягах. Посмотрим, что нам утреннее озорко даст. Сейчас солнышко будет потеплее будет. Лишь только ветра синего не было. Потому что ветер собакам мешает. Но вчера разговаривал с местными. Они сказали, что как раз когда волна. Он как бы лучше клюет. И я тоже вечером заметил. Как уж чили становился. Все. Он перестал кормиться. Тише. Да гладь. Ни шмурок никаких. Ничего вообще. Кое-где одинокие пузыри карась выбивает. И все. А так, чтобы активно кормился, этого нету. Ну. Ничего, я сейчас туда завтракаю. И быстренько перекушу. Ждать долго не буду. Полчасика. Потому что времени мало. И пойдем на воду. Все. До связи, ребята. Охренеть! Вы это видели? Вот это называется. Полонек контента заде. И замыгрелся. За это я не люблю поклевки вниз. Он заветно не люблю поплевки вниз Палуком задевает за плетенку и тащит Вот он здесь стоит Пузырь почернул Субтитры делал DimaTorzok Блин, уже не ушел. Субтитры делал DimaTorzok Блин, уже не ушел. 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 Ну что, ребят, на этом буду с вами прощаться. На сегодня рыбалка закончена. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Бокки Вок. Всем не холостанье, не чешуи. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»